Приветствую вас, и чтобы это не значило, факт налицо лишь только один. Этот факт заключается в том, что мужчина к вам неравнодушен. Уж почему он так себя ведет, либо вы ему нравитесь как женщина, либо он относится к вам покровительственно, либо он считает вас способный и действительно хочет вам как-то помочь, но тем не менее, факт остается фактом. Он к вам неравнодушен. И поскольку его неравнодушие, так или иначе, облегчает вам написание дипломной работы, то есть ставит вас в более выгодное положение, чем других студентов, то именно из зависти сплетни возникают. Сплетни вообще всегда возникают только из зависти. Это нужно понимать. И понимать довольно четко. И относиться к этому соответственно спокойно. Вы правда знаете, и правда знаете. Никакого романа у вас нет, никакого романа у вас нет. Люди, которые вас хорошо знают, так же уверены в вас, как и вы сами. Ну а другие, другие придумают то, что угодно. Сегодня они думают одно, завтра они думают другое. И обращать внимание на то, что они думают, ну явно не стоит. Потому что бах, так же как и мой дяд, очень переменчиво. И вам нужно в первую очередь думать о том, чего хотите вы. Вот вам самой приятно внимание, о которых вам оказывает руководителя или нет? Если нет, то об этом ему нужно сказать. А если да, оставьте ситуацию так, как есть. Если вам неприятно его внимание или вы не понимаете, чем оно вызвано, естественно с руководителями нужно поговорить. Потому что он фактически нарушил, скажем так, свою профессиональную границу. Он перешел с вами на качественно иной уровень отношений, что по сути дела не является желатным. Что по сути дела не является правильным. Что по сути дела несет только вред. Вредницы в первую очередь вам. И вот этот момент нужно как бы осмыслить особо. Потому что если вы видите для себя негатив в том, какие последствия появляются в результате, собственно говоря, такого отношения к вам человека, то эти негативные последствия нужно нейтрализовывать. То есть избавляться от них. А до этого необходимо выяснить все отношения с руководителем. Если вы не видите ничего плохого в том, что происходит, и напротив, можете бояться, что если вы сейчас будете с ним ссориться, допустим, с руководителем, выискать отношения, то у вас будут проблемы с дипломами. Эта проблема достаточно серьезная. А после диплома вы с ним расстанетесь, если вы уже не будете общаться, то лучше, конечно, на самом деле оставить все как есть и все-таки довести дело с дипломом до конца. Важно, чтобы ничто не было против вашей воли. Важно, чтобы все было по вашему желанию. И важно, чтобы вы делали то, что вам хочется. То, к чему вы стремились. Чтобы происходящее не провоцировало у вас внутренний конфликт. Если этого не произойдет, если это не начнется, то все у вас будет именно так, как вы того заслуживаете, как вы того хотите и так, к чему вы стремитесь. А недовольные вашим поведением, обсуждающие, критикующие будут всегда. Что бы вы ни делали, эти люди всегда имеют место быть. Что бы вы ни делали, эти люди всегда будут присутствовать в вашей жизни. И везде. На работе, в учебе, в свободной жизни, в общественной сфере, где угодно. Поэтому относиться к ним, как к отлученному факту, нужно спокойно. Ну, а что делать? Пришаться к вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.